Медотвод Естественно, любой родитель сделает все, чтобы уберечь ребенка от подобного. Анастасия начала изучать литературу, связанную с вакцинацией. По ее словам, она буквально перерыла весь интернет. И чем больше она искала, тем больше находила негативных статей на эту тему. В итоге, когда медотвод закончился, она пришла с ребенком в больницу и отказалась от вакцинации. Врачи, по словам Анастасии, сплоченной группы попытались убедить ее в необходимости делать прививки. Я задавала сложные для меня вопросы, интересующие, которые, возможно, развенчали бы мои страхи. И получала только запугивание. На меня повышали голос, мне говорили, что мой ребенок станет инвалидом просто, если я не сделаю прививку. То есть никаких обосновательных фактов не было произнесено, кроме тех, что вы сами будете виноваты, и ваш ребенок станет инвалидом. Врачи утверждают, что вряд ли те люди в белых халатах запугивали молодую маму. Скорее всего, они пытались рассказать о возможных последствиях отказа от вакцинации. Прививка на самом деле не гарантирует, что человек не заболеет этой болезнью. Ее основное назначение – профилактика серьезных последствий заболевания. То есть привитому человеку не грозит самый страшный исход инфекционной заразы. И есть еще официальные статистические данные, что, допустим, ежегодная вакцинация спасает наш мир 6 миллионов жизней в год. 7 миллионов с половиной мы профилактируем случаев инвалидности. И по статистическим данным у нас, благодаря тому, что есть много вакцин, придуманных от разных инфекций, мы профилактируем жизнь человечества на 500 лет вперед. 98% населения на сегодняшний день вакцинированы. Но если тенденция отказа от прививок будет набирать обороты, то, по утверждению врачей, могут вновь появиться эпидемические вспышки таких забытых болезней, как клюш, столбняк, дифтерия. Поэтому врачи советуют прививаться всем. Многие говорят, у нас возникнут осложнения. Ну какие осложнения, да? Есть постпрививочные реакции, есть постпрививочные осложнения. Их нужно тоже различать. И постпрививочные реакции – это вообще нормальное явление на прививку. А постпрививочные осложнения – это вот те осложнения у нас в округе вообще, они в принципе не регистрируются. Они были – это постпрививочные абцессы. Это нарушение техники введения препаратов. Один-два случая в год по всему округу. В группе мой ребенок один из самых здоровых детей. То есть мы не сидим на больничном. И когда она болеет, то есть она болеет всегда в легкой форме любой простудой. Очень редко и очень мало. То есть максимально срок, когда у нее какая-то болячка, это 2-3 дня. Однако заставить делать прививки доктора не могут. Это выбор каждого человека. Если кто-то убежден, что без прививки ему или его ребенку будет лучше, то он имеет полное право отказаться.